Такие меры профилактики не прихоть руководства шестой школы, а жесткие требования Роспотребнадзора. Впрочем, ежедневная термометрия и обработка рук антисептиком стали полезной привычкой детей и персонала. Но сегодняшний день стал для них особенным. Измерять температуру и использовать антисептики пришлось под строгим контролем родительского комитета. К чему такие меры? Все началось в минувшие выходные. В одном из городских пабликов в социальных сетях якобы мама одного из школьников выложила пост с фотографией руки якобы ее ребенка. Комментарий гласил, облезшая кожа – последствия использования антисептика. Вот только публикация анонимная, а по словам директора шестой школы, ни к школьному медику, ни к классному руководителю родители не обращались. На каждое средство есть свой сертификат, в принципе, могут быть родители. Вот на эти средства также есть сертификат? Безусловно, я хочу продемонстрировать два средства, которыми мы обрабатываем исключительно руки. Вы можете посмотреть, что на каждом из средств указано, для чего они предназначены. Вот на этом, посмотрите, вторая картинка – это обработка рук. Вот здесь написано, что конкретно обрабатываются руки. Вот здесь сразу видно, посмотрите, для обработки рук. Видите, да, написано. Соответственно, на каждое средство у нас есть сертификаты соответствия. Поэтому никоим образом жизни и здоровье детей опасности не подвергаются. Спирт и хлоросодержащие вещества в составе средства присутствуют, но их концентрация небольшая. Антисептик практически не имеет запаха и при правильном использовании не может навредить ребенку. Однако исключения есть. Как один из ста детей может иметь непереносимость лактозы и не пить молоко, так и у некоторых школьников антисептики могут вызвать аллергическую реакцию. Во-первых, это врач-аллерголог, который имеется в детской поликлинике. Туда обратиться, конечно, за помощью, если есть какая-то индивидуальная переносимость. И дети говорят, если у них что-то, они говорят, не обрабатываем, не обрабатываем. Выяснять, кто прав, а кто виноват, руководство школы не стало. Зато в первый же учебный день после публикации поста директор пригласила комиссию. Родительский комитет – практически независимые эксперты. Ведь их детям тоже приходится ежедневно обрабатывать руки и посещать уроки в этой школе. Сын Елены Шпаковой учится в шестом классе. По словам Анопчанки, пользуются только школьными антисептиками. И мы сами проверили антисептики данные, не увидели ничего отрицательного. Дети с удовольствием подставляют ручки для обработки. Те, у которых есть свои детсредства, они используют свои. Никто не заставляет детей использовать именно антисептик, который предлагается в школе. Используют и те антисептики, которые дают им родители с собой. Жалобы в сети касались не только мер профилактики вирусных заболеваний, но и температуры в кабинетах. Якобы в новом корпусе шестой школы столбик термометра поднимается выше 30 градусов. Не подтвердилась и эта публикация. На электронном табло цифра 24. Температура допустимая в учебных учреждениях. Из-за аномальной жары сотрудники школы регулярно проветривают кабинеты. В здании предусмотрена система вентиляции. Конечно, это не кондиционирование воздуха. Здесь мы тоже должны понимать, что температура намного не упадет. Но все, что связано с проектными решениями, абсолютно полностью выполнено. Осуществляется режим проветривания. Осуществляется питьевой режим. То есть детки, если есть какое-то желание, могут выйти отдельно, выпить воды. Также администрация школы абсолютно спокойно относится к тому, что дети могут прийти в легких брючках, в легкой кофточке, либо в футболочке, в той одежде, которая удобна для ребенка и для его комфорта. По словам директора школы, если у родителей все же появятся вопросы к организации учебного процесса, они всегда могут обратиться к руководству школы. Также можно позвонить по телефону Управления образования. Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион.